Доброго времени суток YouTube, уважаемые психологические комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Контрагенты как действующие, настоящие, так и будущие. Последние видео у меня были посвящены нашей новой разработке автоматизированной системе Beying. И я продолжаю тематику предыдущих видео, посвященных AS Beying. Уважаемые контрагенты, это видео прежде всего для вас, для руководителей, директоров организаций и предприятий, связанных прежде всего с опасными видами работ. Смысл автоматизированной системы Beying в том, что она позволяет оценить личность человека, ваших работников. Есть такой термин, который в профессиональной психологии называется ПВЛК, профессионально важные личностные качества. Обратите внимание, ПВЛК, профессионально важные личностные качества. Беря кого-то на работу, вы соответственно заинтересованы в том, чтобы взять человека с определенными качествами. Ответственность, инициативность, настойчивость, добросовестность. Верно? Верно. Вы не заинтересованы в том, чтобы взять на работу человека рассеянного, жестокого, глупого, невежественного, недисциплинированного и так далее. Автоматизированная система AS-Beying как раз и посвящена вопросам дифференциации работников по их профессионально важным личностным качествам. Соответственно, обратите внимание, это видео, прошу прощения, будет долгим. Всего, как вы знаете, существует 92 свойства личности, которые по сути своей являются профессионально важными. Их 92, в психологии установлены, закон выявлено учеными, 92 свойства личности. Соответственно, из этих 92 свойств личности мы в лаборатории выделили, просчитали, определили всего в общей сложности в базовой комплектации 65 свойств личности, 65 профессионально важных личностных качеств. И, соответственно, предлагая систему AS-Beying, наряду с этим, то есть отправляя вам технико-коммерческие предложения, коммерческие предложения, наряду с этим, предоставлением программного обеспечения, мы будем предлагать вам выбор, на ваш взгляд, на ваше усмотрение, тех профессионально важных личностных качеств, которые, на ваш взгляд, покажутся вам наиболее важными для ваших работников, вашего персонала, как угодно их можно назвать, работники, персоналы и так далее. Я сейчас собираюсь зачитать те 65 профессионально важных личностных качеств, которые мы предлагаем в базовой версии автоматизированной системы «Beying». То есть у вас будет возможность, у вас как у директора, у вашего начальника отдела кадров, начальника отдела по труду и заработной плате, определить, а что бы вы прежде всего хотели понимать и знать о вашем персонале, о ваших работниках. Я сейчас буду зачитывать, каждое профессионально важное личностное качество имеет четко определенное определение, то есть вы здесь видите их просто перечень, но каждое профессионально важное личностное качество будет для вас расшифровано, то есть демократичность-определение дано, оно есть, выглядит оно в таблице Excel. Соответственно, наряду с технико-коммерческим предложением мы будем предлагать вот такой документ, в котором вы сможете выбрать, галочки грубо говоря проставить, напротив тех профессионально важных личностных качеств, которые на ваш взгляд являются наиболее, как это ни звучит, профессионально важными для вас и ваших работников. Давайте я начну зачитывать, просто зачитаю в этом видео, а в дальнейшем возможно посвящу несколько видео расшифровки, профессиональному определению этих профессионально важных личностных качеств. Значит, первое у нас, самое главное, основное, одно из 92 или 65, как угодно можно говорить об этом, это качество адаптивности. Второе качество – амбициозность. Третье – аскетизм. Четвертое – великодушие. Пятое – внимательность. Шестое – гуманность. Седьмое – демократичность. Восьмое – добродетельность. Девятое – доброжелательность. Десятое – добросовестность. Одиннадцатая – доброта. Двенадцатая – духовность. Тринадцатая – изобретательность. Четырнадцатая – инициативность. Пятнадцатая – ироничность. 16 искушенность 17 исполнительность 18 конформность 19 критичность нами для меня это вообще самое главное персональное личное качество для меня лично 20 либеральность 21 лояльность 22 любознательность 23 мечтательность да такое тоже личное качество может быть важным 24 наблюдательность 25 настойчивость 26 находчивость 27 независимость 28 непосредственность 29 обаятельность 30 обстоятельность 31 общительность 32 оптимистичность 33 организованность 34 осторожность 35 ответственность чрезвычайно важное качество в наше нелегкое время 36 подвижность 37 покорность 38 практичность 39 преданность 40 предусмотрительность 41 принципиальность 42 прямолинейность 43 разумность 44 расторопность 45 расчетливость 46 религиозность 47 решительность 48 скептицизм 49 скромность 50 спокойствие 51 справедливость 51 справедливости 52 стыничность 53 терпимость 54 требовательность 55 трудолюбие 56 уверенность 57 храбрость 58 целеустремленность 59 честность 60 щедрость 61 эмоциональность 62 эмпатичность способность чувствоваться других людей 63 энергичность 64 эстетичность 65 этичность как вы видите в правой части этой таблицы расположены противопоставления этим качеством предположим справедливость как положительное свойство и качество личности пвлк справедливый работник должен быть противоположностью справедливости является несправедливость спокойствие тревожность противоположность тревожность возбужденность беспокойность так выглядит сейчас я сверну эту таблицу 65 свойств личности и теперь то о чем я говорил обратите внимание каждому свойству личности дано определение допустим духовность что такое духовность наличие интеллектуального это профессиональное определение духовности как и других свойств личности или пвлк профессионально важных личностных качеств наличие интеллектуального духовного содержания совокупность проявления духа в мире человека высшие стороны внутреннего мира которые проявляются в человечности сердечности доброте искренности теплоте открытости для других людей духовность основывается на широте взглядов эрудиции культуре в общем развитии личности потеря духовности однозначно это потеря человечности и так далее одним словом вот эта таблица мелкая она будет вам предоставлена здесь просто не перечислены в этом документе эти свойства личности или пвлк профессионально важное личностное качество просто перечислены в таблице борт здесь дается определение этим свойствам личности что они из себя представляют и содержат условно говоря другими словами у вас уважаемые директора будет возможность выбрать те качества пвлк которые для вас будут наиболее важны как для руководителя организации предприятия организатора прежде всего какого-то дела бизнеса завода управления управляющего заводом управляющие прежде всего людьми как говорил иосиф все время часа лин в тридцать седьмом году выразился он так на съезде кадры решают все вы тоже это прекрасно понимаете рука уже руководители предприятий и возможность объективизировать в цифрах своего работника в процентном отношении 10 20 75 50 40 34 неважно в процентном отношении объективизировать насколько этот работник для вас важен с его свойством изобретательность или насколько этот работник для вас важен с его свойством личности или профессиональным важным личностным качеством добросовестность и так далее то есть то что вы будете получать в конечном итоге от автоматизированной системе being это возможность в оцифрованном виде увидеть ваших работников ваши работники Применяя эту систему Под вашим руководством Вам будет видно В каком процентном соотношении Ваши работники проявляют Вообще Насколько ваш работник Конкретный Иванов Иван Иванович Лоялен Как свойство личности Это не значит что он лоялен к вам Может быть он к жене лоялен Или к любовнице Но тем не менее В каком процентном соотношении Он способен проявить такое свойство Свойство личности Своего социального составляющего Своей индивидуальности Как лояльность Или любознательность Или мечтательность Наблюдательность Настойчивость Находчивость Независимость И так далее Вот на что нацелена Автоматизированная система Beying Даже вот заголовок этого файла Свойства личности человека Включенные в Beying Базовое свойство Это ум, характер, здоровье, счастье Ну и соответственно Все ниже мною перечислены Собственно У вас эта информация будет Мы заключаем Официально заключаем И только и только На договорных отношениях работаем При необходимости Мы предоставляем Это программное обеспечение И соответственно Вы сможете воспользоваться Всем его функционалом Предварительно Перед заключением договора Ознакомившись вот с этим Перечнем Так скажем ПВЛК Выбрав какие-то важные Для вас Профессионально важные Качества ваших работников И сконцентрировавшись На их изучении В ваших работниках Ваших непосредственных Исполнителей ИТР Рабочего персонала ИТР Руководителей Низшего звена Среднего И высшего звена То есть директор Вполне будет Осведомлен о том Насколько Непосредственен Его заместитель Насколько Искушен Насколько В нем Процентном отношении Насколько он Духовен Согласитесь Немаловажно Знаете Человеке В графиках Таблицах И диаграммах В конкретных Процентных соотношениях Состояние Вашего Подчиненного Персонала На что Направлено Биллинг Собственно Я буду Продолжать Цикл Видео Посвященных Биллинг И вы Соответственно Сможете Также наблюдать Развитие Событий И мы Как только У нас Эта программа Будет готова Полностью Мы ее Отработаем Оттестируем Мы будем Ее предлагать Для юридических Лиц Прежде всего Есть вариант Работы Этой программы Для физических Лиц Обычных Людей Но Прежде всего Она направлена На Предприятие Юридические Лица С их Несомненной Потребности В оценке Мониторинга Персонала Подчиненного Персонала Как я уже Сказал Рабочего И ТР Руководителей У вас Такая возможность Уважаемые Руководители Будет Объективная В цифрах В процентах Изобретательность Процент Сколько У вас Конкретно Иванов Иван Иванович Ваш Допустим Инженер По Какому-то ОТИТБ Предположим Изобретателем Или Инициативен Тот Или Иной Работник Вы Увидите Конкретную Цифру 34% 75% Или 75% Ну и так Далее Собственно Видео Будут Продолжены Тема Бесконечна Мы Активно Работаем Над Системой Благодарю Вас За Внимание И Удачи Вам